В одном больше святого, в другом грешного. Казалось бы, на первый взгляд эти две противоречивые стороны объединяет одна медаль. Человеческая душа. В зависимости от многих факторов, жизненных обстоятельств, порой нам приходится принимать несвойственные нашей натуре решения. В этот момент нами руководят чувства, долг может и забота о ближнем. Однако это естественное развитие личности и опыт сын ошибок трудных. Александр Сергеевич Пушкин нес огромный вклад в словесность, русскую литературу и написал по оценке критика Белинского энциклопедию русской жизни в романе Евгений Онигин. Второй такой, возможно, неофициальной версией стали произведения Василия Шукшина. Противопоставляя жизнь городскую и сельскую, четко отражая каждую деталь, его персонажи вошли в современный русский фольклор. Поскольку во многих из них мы узнаем своего соседа, знакомого родственника. Василий Шукшин в своих текстах без доли фальша расшифровал код русской души. Потому что, по словам современников, сам так жил и не стремился быть другим, даже после достижения высот. Сопереживать, пережить и почувствовать автора, может быть, с другой стороны, тем более, это было разное время, и я был в другом возрасте, и, может быть, много чего не понимал. И для меня уже в расцвете, скажем, своих сил, может быть, я для себя, в общем-то, для себя какие-то сделал открытия неожиданные. Я думаю, боже мой, почему я раньше-то не брал Шукшина, и это так злободневно, так вот просто. Вот у нас авторы просто лежат до поры до времени, но просто нужно вот иметь иногда щелчок и для себя открыть, и опять погрузиться в творчество, в кладезь. В основу постановки вошли семь рассказов Василия Шукшина – «Степка», «Беспалы», «Обида», «Мой зять украл машину дров», «Степкина любовь», «Сапожки» и «Микроскоп». Большую работу проделал режиссер Владимир Гордеев, создав для всех них общую линию повествования, быть может, найдя подсказки автора, что и как объединять. Актеры Русского академического театра драмы имени Лермонтова с каждой постановкой ищут новый подход для работы с материалом. При этом многие работали с рассказами Василия Шукшина. Новое прочтение меняет ракурс. Сложность в том, что рассказ заканчивается, нужно быстро переодеться и впрыгнуть в роль, в обстоятельства очень быстро. Вот сложность именно в этом, что нужно быстро вжиться, быстро впрыгнуть в обстоятельства. Я его обожаю, он мой земляк, я тоже с Алтая, и поэтому все герои, о которых он пишет, мне очень близки. Это спектакль о людях, о простых русских людях, которые искренне любят и, конечно же, глубоко переживают и совершают безумные поступки. Это и воля к свободе, бесстрашие, храбрость, которые удивляют и даже завораживают. Константин Аникин, Артем Мазараков, Новости.